Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает, вопадом. Сегодня речь пойдет о древней истории. Карфаген, магическое слово, которое мы знаем исключительно из уст победителей. Как известно из фильма «Храброе сердце», историю пишут победители. Первые вступительные слова, которые произносят закадровый голос, рассказывая нам историю отважного освободителя Шотландии. Но что можно сказать? Историю действительно пишут победители. И историю Карфагена мы знаем по римским источникам более всего, но не только. Вот эта замечательная книга колет Пикар и Жильер Шарль Пикар, ученые, археологи, историки, пишут об государственном устройстве, о религии, о культуре, об армии, о всей совокупности известных нам фактах грозного соперника Рима. История Карфагена это история не просто города-государства, это история гигантской территории, империи, которая вполне могла бы подмять под себя римскую и стать основоположницей новой культуры. Культуры в корнях своих финикийской, то есть немножко отличающейся от того, что мы знаем, что выросло от смешения предков древнеримской культуры, древнеримской государственности. То есть руссков, то есть греков, естественно, потому что греко-римской цивилизации так даже говорят, потому что, конечно, римляне впитали в культуру покоренных греков. И вот Карфаген как раз составлял альтернативу историческую. А что было бы, если история не знает сослагательного наклонения, однако всегда интересно поразмышлять над этим. И еще одна вещь побудила меня читать эту книгу. Конечно же, следующие строки. На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зебей, средь базальтовых скалы жемчужных, шелестят паруса кораблей. Быстрокрылых ведут капитаны, открыватели новых земель, для кого не страшны ураганы, кто изведал мальстремы и мель. И так далее. И в другой части этой поэмы Генон Карфагенинен, князь Синегамбий, Синбад Морехот и Могучий Улисс, перечисление знаменитых моряков. Кто такой Генон Карфагенин? Ганон. Николай Степанович Гумилев пользовался огласовкой своего времени этого имени. Значит, Ганон Карфагенинен это не просто какой-то там моряк. Значит, это, во-первых, царского рода человек, это правитель Карфагена. Во-вторых, организатор экспедиции, равной которой, ну, можно признать только миграцию древних людей, открытую Туром Хейердаун на тростниковых лодках через Атлантический океан. Ну, то есть, помните, да, там расстояние было чудовищное, здесь чудовищные масштабы совершенно у Ганона. И у знаменитой китайской исследовательской экспедиции там был построен флот с кораблями, на которых были катки с деревьями, да, скот домашний был запасен, припасы. Тысячи человек управляли этими кораблями, и тысячи поселенцев, значит, несли они в своих трюмов и воинов, естественно. Ну, вот, и все это кануло в нее в лету, да, то есть, мы об этом узнаем сейчас с удивлением. То есть, вот, история Китая настолько обширная и огромная, что она позволяет вот целым таким вот гигантским глыбам проваливаться в бездну, значит, теряться на просторах этих тысяч квадратных километров и тысячелетий древней истории. Так вот, с Геноном Кархагениным произошло примерно то же самое. Он проплыл через Геркулесовые столпы и обогнул Африку. Насколько далеко, никто не знает. Археологические следы его присутствия есть на побережье Африки, есть на острове, которые потом римляне заселяли, потом там вот все это подробно в книге изложено, да. Насколько он далеко продвинулся дальше, неизвестно. Сколько он высадил колонистов, что с ними стало, тоже не очень известно, потому что археологических данных мало. Вот, но он был, и это были тысячи поселенцев, и это были десятки, если не сотни кораблей. Вот, здесь приводятся цифры точные, но опять же, точные по определенным источникам. Его экспедиция состоялась. Я очень хотел почитать о нем поподробнее, потому что когда-то в детстве Мочившкой, я выучил поэму Гумилева «Капитаны», и каждого из этих персонажей взял на заметочку. И вот, наконец, пришла пора познакомиться с одним из самых экзотических, да, в этом перечне, значит, Ганон Кархагенин. Кроме его путешествия, его, значит, открытий, Кархаген свалился много чем. В определенный момент своей истории он перенес политику, центр тяжести своих политических и военных усилий, с бассейна Средиземного моря, собственно говоря, с Сицилией, да, где был вытеснен постепенно. И города-вассалы, города-союзники один за другим падали, значит, под ударами и тщетно взывали Кархагена. Он почему-то перенес в Африку свои интересы. Но там у него не сложилось. Как не сложилось? Почему не сложилось? С кем он там воевал, значит, на границе с Сахарой, буквально уже в пустыне? Дело в том, что ведь на этом полуострове, где распорожен Кархаген, до него, возвращаясь в начало рассказа, было несколько поселений. Они гораздо древнее классического Кархагена, воевавшего в пунических войнах. И об их истории тоже очень интересно прочитать в этой книге. И больше, собственно говоря, совершенно негде об этом узнать. И авторы это вовсе не пересказывают популярные римские источники, которые есть в любом классическом учебнике по древней истории для вузов. Нет, они поднимают обширный археологический материал, сопоставляют различные цивилизационные теории. Это очень интересно все. И вот в конце, когда как раз Кархаген был в зените своей славой и закате, как раз хрестоматийная история Ганнибала, Гамилькара, значит, и всего прочего, и последней второй панической войны, и Кархаген должен быть разрушен, знаменитая фраза. Это все составляет только небольшой раздел книги последней, потому что на самом деле там огромная тысячелетняя история, очень интересная, связанная с народами, о которых мы очень мало знаем, с цивилизациями и культурами Африки, о которых мы очень мало знаем. Последние находки, сделанные в конце 20-го, начале 21-го века, в Африке это подтверждают. То есть там бездна неизведанного, там очаги цивилизации вспыхивали и гасли, а мы об этом практически ничего не знаем, потому что нет письменных источников. Вот такая книга по Кархагену. Я считаю, что это обязательное дополнение. Нарезаю что-нибудь похожее, обязательно, вот специально запишу рассказ, хоть я и не историк античника, мне это как бы не важно, но к древнеримской истории, если вы хотите начитаться и получить, значит, какой-то объем сведений в этом секторе, да, значит, древнеримской истории вам обязательно нужно будет дополнить книги о Древнем Риме вот такой книгой о Кархагене. Как-никак, все-таки могучий соперник. Спасибо за внимание. Издательство Центр Полиграф. Спасибо за внимание. Продолжение следует...